Хали халло! Здравствуйте, меня зовут Елизавета Шпаковская, я преподаватель немецкого языка. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами поговорим о сленге в немецком языке, а также о часто используемых фразах и выражениях, которые использует молодежь в немецком языке в разговорной речи. Итак, поехали! Начнем с приветствия и прощания, которые используем в разговорной речи немецкого языка. Как мы знаем, приветствие, халло, это стандартное слово привет, но немцы иногда его заменяют таким словом, как грыз. Следующие два слова, заимствованные в английском и американском языке, хай и хей, также частенько их используют в разговорной речи. Следующее слово, которое заимствовано в итальянском языке, это чао. При прощании мы можем использовать данное слово. Следующее универсальное слово, которое мы используем как при приветствии, так и прощании, будет называться Особенно популярное данное слово в южной части Германии, там, где Бавария. Следующее всем нам известное слово, которое имеет несколько вариаций при использовании в разговорной речи. ЧУСИ, вы можете услышать, и ЧЮ, а также такое интересное слово, как ЧУСИКОВСКИ, наверняка вы его уже слышали. Данное слово немножко имеет комический эффект. В окончании данного слова мы имеем суффикс УВСКИ, который немного имеет польский оттенок, который и дает вот эту изюминку данного слова. Следующее выражение, которое мы можем заменить вместо нам привычного AUF WIDERSEHEN, BIS NEXTES MAL. Следующие фразовые слова NE и NÖ, вы частенько услышите по улицам современного Берлина, вместо нам привычного NEIN. Часто вместо привычного нам, как дела, ВИ ГЕЙТС, немцы используют такие выражения, как ВАС ГЕЙТ, ВАС ГЕЙТТАН, ЭС ЛЮФТ, который тоже будет приводиться, как КАК ДЕЛА. Следующее наречие, ГАЙЛ, которое также частенько используют немцы, которое будет синонимом к слову КУЛЬ, КРУТА. Она выглядит круто, бомбически. Наверняка, кто уже живет в Германии, либо поедет в Германию, обязательно услышите такое выражение, как ВОЛЬ плюс прилагательное, например, ВОЛЬ КАЙЛ, ВОЛЬ КУЛЬ, УНЗЕ ВАЙТЕ. Так вот, в сочетании ВОЛЬ с прилагательным будет усиливать данное прилагательное. Она выглядит очень круто. Также в разговорной речи немцы часто используют вместо нам привычного НИХТС, НИКС. Ещё одно интересное слово, как АЛЬТОР. В переводе с немецкого на русский язык мы знаем, что это ВОЗРАСТ. Но в сленговой речи, в разговорной речи немецкого языка мы будем использовать данное слово, и оно будет нести неформальное обращение к знакомым. Как, например, мы в русском языке говорим ЭЙ, СТАРИЧОК, АЛЬТОР, ХЁЛСТУ МИХ? А теперь перейдём к устойчивым и часто используемым выражениям в разговорной речи немецкого языка. Что в переводе будет на русский язык означает, что ДЕЛА у кого-то ИДУТ НЕХОРОШО, ДЕЛА у кого-то ПЛОХО ИДУТ. Следующее выражение АБАМЕНШ, всем нам известное слово ДЕАМЕНШ, ЧЕЛОВЕК, но данное выражение немножко несёт за собой другой смысл. АБАМЕНШ с последовательным знаком будет означать, да что ты говоришь, ну как не стыдно, данное выражение выражает недовольствие, неодобрение собеседника чем-либо. Следующее выражение БИСМАК НОХ ХЕНГЕЙН и снова с последовательным знаком будет означать, как СОЙДЁТ, и так пойдёт. Это ещё куда не шло, выражает некое одобрение чего-либо. ДАС ВАЙС НО, ДЕЛИБЕ ХИМЕЛЬ, что будет нести за собой, это лишь одному Богу известно. И последнее выражение на сегодня. ХАБТ ИЕ СОНС НОХ ШМЕРЦЕН? Мы знаем все с вами, что ШМЕРЦЕН в переводе с немецкого языка на русский будет означать, как БОЛЬ, СТРАДАНИЕ. Но в данном контексте будем переводить так. У вас есть ещё какие-либо пожелания? ХАБТ ИЕ СОНС НОХ ШМЕРЦЕН? А теперь потренируем ТЕОРЮЮ НА ПРАКТИКЕ. Следующим ДИАЛОГЕ. ХАЙ, ВАС КИТАН? ГРЮЩ! ДАНКЕ, АЛЕС ГУТ! ГРЮЩ! ГРЮЩ! ДИАЛЬ СОН СИМЕРЮЩ! дрыгий кейт Ja, es ist wahr, er wurde entlassen, er kam immer Zeit zu spät zur Arbeit Oh, schade Und was plant er dann zu machen? Och, das weiß nur der liebe Himmel Vielleicht kann ich ihm bei der Arbeitssuche helfen? Frage ihn bei dem nächsten Treffen Okay, danke Bis nächstes Mal Ciao Это все те часто используемые слова и выражения в разговорном немецком языке А владея сленговым языком вы не только обогащаете свой словарный запас а также приближаете свой уровень немецкого языка к уровню носителя Я надеюсь, что данный видеоурок был для вас полезен и ценен Не забывайте подписываться на мой канал ставить лайк, а также пишите в комментариях ваши часто используемые слова, выражения которые вы используете в разговорной речи Спасибо за внимание и до новых встреч Tschüss Субтитры сделал DimaTorzok